Ничего не нужно от путинской России, кроме того, чтобы осуществить свои цели. Наши цели – это стратегия видновывания целостности Украины для оккупации Донбасса и Крыма. Больше ничего. Когда мы говорим об этом вопросе, мы говорим о том, что мы боремся за то, чтобы вернуть наши территории. Но главное, мы говорим за то, чтобы вернуть наших людей. И когда мы будем бороться за видновывание целостности Украины, в первую очередь мы должны говорить о людях. Тех людях наших, которые находятся там. Потому что победим в этой борьбе, а мы победим в остальной, в другой. И люди находятся там по разным причинам и живут очень нехорошо, мы это знаем. Когда человек думает о том, что я вернусь в Украину, он должен знать, что его в Украине ждет. Будут ли его преследовать? Как к нему будет относиться? Какое будущее его детей? Какие он перспективы имеет по образованию? Будет ли иметь работу? Будет ли иметь украинскую пенсию? Наконец, будет ли иметь, например, безусловный базовый доход минимальный, о котором вы, Савик, вместе с Павлом Елизаровым говорили? Мы должны, как материковая, большая Украина, Велыка, сформулировать и для этих людей достаточно ясные ответы. Потому что в восьмой год они живут без Украины, без информации. Для этого мы должны у себя внутри общества договориться, что мы делаем. Мы говорим, что да, мы примем закон о коллаборантах, который защитит тех людей, которые вынуждены работать в тяжелых условиях, сотрудничая с оккупационными властями. Мы должны очень ясно сказать, мы примем закон амнистии по мелким преступлениям, но тех, у кого кровь на руках, те, кто стрелял, убивал, воровал, отнимал и унижал, их не будет касаться амнистия. Мы должны принять решение о переходных периодах, очень коротких и очень понятных, чтобы каждый знал, я здесь живу по эту сторону, в линии соприкосновения, дети мои по ту, а когда ситуация поменяется, мы четко знаем алгоритм, как жить будем вместе. И последнее. Каждый человек, который находится по ту сторону границы, на оккупированной территории, должен иметь желание прийти в Украину. Вот после всех этих условий, он должен иметь желание. Люди должны стремиться в Украину, потому что у нас здесь те процедуры, которых у них нет. У нас здесь свободы, экономические, политические, любые другие, уважение к личности. Вот это главное, что мы должны сформулировать. И здесь, как я уже сказал, нет никакой разницы между оппозицией, которая сидит с этой стороны, и властью, которая вот сидит здесь, два министра сидят. Это такой вопрос, в которых Петр Алексеевич должен встать и обняться с Верещу. Потому что это серьезный вопрос. Нельзя на нем спекулировать. Нельзя устраивать то, что у нас было в предыдущей части программы, Наталья, когда вы пикировались с Порошенко. Потому что это вопрос фундаментальный. Украина все равно вернет свои территории. Но Украина не должна потерять поколение людей. Целое поколение, которое может созидать прямо сейчас. Как достичь этого результата? Есть масса вариантов. Я представляю один из них. Это вариант 2018 года, который мы разработали в МВД. Вот это экземпляр на пяти языках. Русский, английский, французский, украинский, немецкий. И он был представлен во всех этих столицах, кроме Москвы. Москву мы просто передали. Это вариант, как Наталья говорила, мирного решения проблемы. Предположим, Путин готов на какую-то процедуру мирной передачи власти. И тогда мы тоже готовы. А если он не готов к такой процедуре, должны быть готовы все остальные наши службы. Военные должны быть готовы по-своему. Дипломаты и переговорщики должны быть готовы по-своему. А общество наше должно поддержать эту готовность. У нас должно лежать, условно говоря, пять, шесть, семь папок. Как, извините, сори, военный сценарий. А вдруг случилось что-то в Российской Федерации. Вдруг начались дезинтеграционные процессы. Вдруг нет у нас такого счастья, Путин помер. А мы не готовы. А нам надо быть готовым. Да, нам надо быть готовым. Случился 91-й год, когда у нас провозглашена была независимость. Это была целая серия потрясений. Если бы тогда украинское общество пропустило момент, я думаю, что мы бы сейчас еще платили высокую цену. Меня, Савик, потрясло то, что вы вначале привели, когда 70% молодых людей сказали о том, что они думают, что им придется воевать. И я думаю, что наше поколение, вот за счет такой стратегии, вокруг которой мы должны объединиться, должно сделать все, чтобы молодые люди эти воевали, по крайней мере, ментально. Чтобы это не был обмен ударами баяктаров и артиллерии. И это сверхзадача, которая реальна и допустима. Путин никогда не пойдет на Украину, если убедиться, что здесь монолит и сила. Душевная сила, духовная. Понимаете? Так как в 2014 году мы встали, ничего не имея, и защитили страну, потому что мы стояли за свою свободу. Так и здесь нам нужно стоять за свою свободу, но еще за свой образ жизни, который мы хотим защищать. Чтобы каждый человек знал, я защищаю Украину, потому что мне нравится этот образ жизни. Я хочу жить в этой Украине. В богатой, в справедливой, в честной. Понимаете? Вот это то, что нужно. И думаю, что президенту Зеленскому, как никому другому, стоит заняться этой консолидацией. Собрать в одном месте всех тех, кто к этому имеет отношение. Выработать наилучший сценарий. Плевать с какой партией. Взять самых лучших людей. И потом выйти к нам и сказать. Украинцы, вот моя стратегия. Поддержимаете? Да. Нет. Может быть. Большинство принято. После этого мы пошли на переговоры. Военные пошли рисовать планы. Каждый делает свое. Вот это то, что я хочу видеть. Я с вашего разрешения эту стратегию подарю госпожа Королевской, чтобы они по своей фракции тоже это обсуждали. Спасибо, что я ее изучила.